Хочешь задонатить в игру, но не знаешь как это сделать технически? Здесь тебе поможет сервис Best Donat. Все сделают качественно, быстро и надежно. Бомбовые цены, как для своих. Здесь ты можешь приобрести VIP пропуск, путь доблести и абсолютно любую акцию, которая только появляется в игре. И вообще любой набор кристаллов, который только представлен в официальном магазине игры. У сервиса Best Donat уже огромное количество клиентов и положительных отзывов. И соответственно, под него уже начали косить другие похожие сервисы. Ребят, единственные оригинальные ссылки сейчас у вас на экране. Все другие сервисы с похожими названиями, где это название меняется местами, либо дописываются какие-то буквы и так далее, это все фейки. Будьте внимательны. По всем интересующим вас вопросам пишите в Telegram Best Donat. Ссылка в описании. Всем привет! В игре стартовал ивент мушкетеров. И давайте немного попризываем. Сделаем мы сегодня ИХ-30 и попробуем поймать каких-нибудь новых героев. Также этот ивент включает всего лишь второй раз в игре. И после первого релиза этих героев неплохо так бафнули. Им скорректировали их пассивку и теперь, когда они прикрывают героя, они принимают не 90, 80 и 70 урона, а 60, 50 и 40. И делают это не на 6 ходов, а всего лишь на 3 хода. Такая корректировка им, скажем, пойдет на пользу. Ну, потому что в прошлый раз из-за этого прикрытия, ну, они очень быстро отлетали. Но самое главное, им добавили отхил. То есть, в данном случае, именно этот герой, когда она ультанет, она себе отхилит 918 хп в течение 6 ходов. В общем, эти герои стали еще живучее. Ну, и также им улучшили вот эти вот статы. И давайте перейдем к новым героям. Ну, и посмотрим, какие они вышли в релиз. Также отлично, что добавили не только пятерки, еще и четверки и тройки. В общем, сегодня, ну, шансов очень много уйти с какими-нибудь новыми героями. И давайте начнем с пятерки. Графиня Винтер, скорость маны медленная. В синем цвете нет героев, которые бы ее разгоняли. Поэтому, ну, приоритет очень быстрые воины и турниры. Наносит 385 урона всем врагам. Даже для медленной маны урон, в принципе, хороший. Герой восстанавливает 918 очков здоровья в течение 6 ходов. То есть, она себя еще и будет хилить. Все враги отражают снимаемое усиление, которое могли бы получить на случайного героя из команды противника в течение 6 ходов. То есть, 6 ходов это много. А все союзники отражают все дебафы на противоположную команду. Также на 6 ходов. Отличный навык. Смотрите, возьмем ситуацию на очень быстрых войнах и турнирах. Например, по центру стоит Альфрика. Слева Людвиг. Срывается поляна. Они заряжаются и ультуют. И получается, бафы Людвига, его таунт и вот этот дикий регион маны просто перебрасываются к нам в команду. А ульта Альфрики, наоборот, отражается вот эта безумная атака. Ну и блокирует именно их. То есть, ну это реально очень круто. Ну и плюс у нее еще талант маг. То есть, она может нанести гораздо больше, чем 385 урона. В целом, герои интересны. Конечно, плохо, что у нее медленная мана. Если бы она вышла, например, в фиолетовом цвете, то ее бы Кснофольт бы дозаряжал. В общем, нормальный герой с интересным навыком. И давайте перейдем к четверке. Китти. Скорость маны средняя. Окей. Все союзники восстанавливают 450 увеличенного здоровья в течение трех ходов. И также она может еще уйти в оверхп. То, что хил тикающий, это, конечно же, минус. Но сама возможность вводить в оверхп, это, конечно же, отлично. Все союзники отражают снимаемые недуги, которые могли бы получить на случайного героя из команды противника в течение трех ходов. А вот это уже крутейший навык. Смотрите, он чем-то похож на ульту Хаторна, только еще лучше. Если в случае с Хаторном он просто отражает, то здесь идет отражение именно на случайного героя. И это прям просто кардинально все меняет. Смотрите, ультует Альфрика. Она отправляет вот эти вот пять кубов. И когда под бафом Хаторна героя отражают, они все отражают именно в Альфрику. То есть в атакующего героя. А здесь они все будут отражать случайного. То есть все эти пять кубов полетят не только в Альфрику, а вообще в рандомные цели. Ну это реально очень круто. И также будет все отлетать и срез брони, и ульта Хелл, ну и так далее. То есть если перевод здесь корректный, это именно так работает, ну это реально пушка. Герой получает плюс 30 защиты на три хода, то есть и бафай себе еще броню. В общем четверка интересная. Нужно конечно тестить, как это все будет работать. Даже если будет отражение работать как у Хаторна, то все равно навык для четверки отличный. Следующий герой тройка, планши, скорость маны быстро, убивает всех прислужников цели, наносит 385 урона цели и себя еще отхиливает. Все хорошо, но только урон по одной цели. Ну и у троек миньонов-то, которые призывают не так много. Есть например из ВТК зеленая, она призывает миньона и вешает на себя еще контру. То есть ну против вот этой тройки он будет нормально играть. А например против квассира, ну снесет он одного миньона, кардинально ничего не поменяется. И желтая тройка, фильтон, скорость маны быстрый, отлично. Наносит 355 урона цели, наносит 100 дополнительного урона, если у цели есть бонус здоровью. Все враги отражают снимаемое усиление, которое могли бы получить на случайного героя в течение трех ходов. Отличный навык на турниры, где от усиления бафается атака, ну он будет вообще прям нормально заходить. И также еще герой будет себя отхиливать. В общем тройка интересная, ну и качать его конечно же можно. В целом героев сюда добавили хороших, здесь бы хотелось выловить зеленый таунт, вот этот вот королеву Ану. Да и вообще любую пятерку отсюда было бы нормально поймать. Но как минимум нужно выловить вот эту вот четверку. В общем давайте покрутим, ну и посмотрим кто нам выпадет. Полетели! И давайте первый призыв. Вот снова герои начнем. Так фиол и тройка регулярная. Начало такое себе. Желтый, новая тройка, да. Ну нормально. Потому что оно может и тройки спокойно не выпадать. Так красный. Тройка, ну-ка давайте идет короля Ванны, с него покрутим. Так синий. Опять тройка регулярная. Опять синий. Блядь. Так ну ладно, что теперь. Красный. Мажгар. Пятерка есть. Так опять отройка. Ну-ка давайте с него. Зеленый. Ну где фиолетовый-то? Четверка. Понятно, ладно. Продолжаем. И давайте вот четверки попробуем. В прошлый раз Велирос просто сыпался. А это что-то четверка. Не хочет идти. Зеленый. Так, ну давай четверку уже. Ну походу. Ее не будет. Вообще что-то одни регулярки сыпятся. Так, фиолетовый давай. О, нормально. Так, ну теперь давай пятерку какую-нибудь. Например вот эту. Ну давай. Эй. Так, синий. Понятно. Тройка опять от нее. А вот он. 5-7. О. Так, что еще один призыв за монеты. Ну и X10 за Крис и сделаем. И желтый. Понятно. И давайте сделаем X10. Вот с этого героя. Так, четверка. Да. Ну нормально, вторая пригодится. Так, четверки идут. Ну давай пятерку какой-нибудь. Так, не походу без пятерок. Ну что, ребята. Вот такие вот были призывы. Вам удачи на призывах, чтобы вы подали нормальные герои. Ставьте лайкосики. Подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok